всем привет предлагаю начать просмотр видео с подписки на канал мы стараемся снимать и монтировать интересное видео поддержите нас а вначале давайте вспомним на чем же закончилась предыдущая серия решил сделать проводку под электротуалет так как мы его купили я полез проводку менять а мы сейчас с мальчишками идем автоматическую прачечную собирали целый рюкзак грязные одежды мальчишки пошли купаться видите сабот сам плывет но там мелькает лосы пока мы сегодня ходили стирать вещи селёжка тут нам устанавливает электрический туалет копаю же в говне приглашаем вас во второй сезон мы отправляемся в путешествие по болярским островам мы покажем вам майорку минорку ибицу и форментеру не забывайте подписаться чтобы не пропускать новые видео а вначале вкратце покажем что будет в этой серии гибкий шланг для того чтобы для душа да вот он такой вот в оплёточке и отправились на заправку за водой на заправке вода стоит 1 евро за 3 минуты рассмотрела что здесь есть близко археологический парк и сейчас буду бежать в ту сторону а здесь был видимо вход спуск в жилище или защитную башню сейчас у меня была первая операция по спасению лодки первая наша остановочка вытащили блокнотики присаживайтесь поудобнее не забывайте ставить лайк и подписаться на канал это помогает в развитии канала а также поставить колокольчик чтобы не пропустить новые видео поехали сижу тут монтирую видео и тут ржать что-то тебя так рассмешила сережка я купил шланг гибкий шланг для того чтобы для душа да вот он такой вот в оплёточке короче купил я его строительном магазине думал ну реально гибкий шланг в оплётке удобно вот ты его берешь и складываешь он компактный включаю на включающий раз это да не надо ну давай 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 включаю я воду смотрим я смотрю с него с него начинает течь со всех мест вообще со всех мест этому шлангу то уже не станет короче это шланг для орошения земли то есть ты его раскладываешь по земле и из него течет вода со всех мест интересно можно будет его отдать или это из того что мы читать не умеем наша проблема да я упаковку уже выкинул ну ладно цена с него будет сегодня утром проснулись и отправились на заправку за водой в бухте санта понция сегодня отличное утро нет дождя волны просто как раз красота потрясающая тамаран уже вроде бы подзаправился так что идем на второй круг и наверное будет сейчас наша очередь что удивительно на катамаране сейчас там были палубу прямо на заправке что нас очень удивило неужели можно взять и помыть палубу нам тоже нужно вы вымыть палубу надо надо на заправке вода стоит 1 евро за три минуты шланг не очень толстый так мы приготовляем бутылочки резервные заправляем бак автоматическая заправка монетку бросаешь и все включается из-за того что шланг очень тонкий заправлялись долго у сережки работа и поэтому пришлось выйти чуть-чуть в море чтобы он уладил все свои дела а потом мы пошли обратно в бухту на якоре смотрела что здесь есть близко археологический парк и сейчас буду бежать в ту сторону плюс еще мыск и небольшой холмик не знаю как у меня получится что успею посмотрим все покажу поехали на пробежку побежали первая остановка археологический парк это два небольших холмика и развалины остановилась посмотреть на смотровую башню потом придем сюда с мальчишками посмотрите какая широченная стена стена выглядит вот так с колоннами даже опора для крыши а здесь был видимо вход спуск в жилище или защитную башню сейчас постараюсь бежать вот туда нашла еще какое-то разрушенное здание сейчас буду исследовать что это такое помойка добежала до противоположной стороны тут маленькая марина якорная стоянка с мурингами сейчас спущусь пониже посмотрю подробнее какая-то помойка какая красота все-таки я совершенно не пожалела что я бежала сквозь жилые районы где было скучно и неинтересно эти виды того стоили теперь марш бросок домой буду бежать по городу виды конечно будет не потрясающие но что делать домой бежать тоже нужно так что нужно будет бежать через город чтобы было светло там я думаю будет освещение не могу налюбоваться прибегу сюда обязательно еще разок возвращаемся в полной темноте сегодня я долго долго бегала вот наша лодочка там сережка на носу тусит сейчас покушаем и хочу еще сесть помонтировать ролик а когда я прибежала тут в темноте делают огоны для усов для якоря и я хочу показать вам гипертряпочку как я идти тяжело быть сейчас нужно идти уже ужинать народ уже десять часов и что я сегодня приподнялись я думаю завтра покажу мальчишкам куда я бегал там такие интересные места как я думал куда она надеялась а оказывается на тебе долго бегала то вот это вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, конечно, мне не хватает английского и иностранных языков Потому что испанцы, итальянцы были Но все отозвались и пошли спасать После наших с мальчишками купаний в воде Мой благозащищенный фотоаппарат оказался разряженным Хоть я его с собой и взяла, но он сразу отключился Так что видеоконтента не будет Но там, в принципе, ничего такого не было Лодку спасли, и это самое главное Так что Все хорошо обошло и закончилось Теперь, чтобы ехать встречать мальчишек Мне нужно проверить, достаточно ли бензина в тузике Потому что мне ехать достаточно далеко Чтобы им нести тяжесть Мы договорились о их встрече где-нибудь на пляже Так что сейчас проверяю бензин И готовлюсь ехать их встречать Я сделал книжку И сейчас я вам покажу, к примеру, первую снимку Вот, такая вот первая снимка Здесь нарисована цифра 1 One, трапция, равны, знаешь, шрифты Показано, здесь надо еще дописать И one И здесь еще есть маленький текст One flower in red glass Тяжело было придумывать, о чем странички писать? Покажите другие странички быстренько Ну, тут есть два Человечка с двумя глазами, с двумя руками, с двумя ногами Ну, это нормальный человечек А дальше кто там? А дальше Никита придумал такого монстрика С тремя ногами, с тремя глазами, с тремя ушами Дальше О, хвосты, нужны три хвоста Машинка Машина, но с четырьмя колесами Только вернусь, только два И еще четырмя Прочитаешь, что у нас тут на этом разворотике написано? The car has four wheels Вчера, когда бегала, приметила вдалеке интересные скалы И вечером решила сплавать, полюбоваться закатом и рассмотреть их ближе Правда, в море начинался ветерочек и начал раздувать волну, поэтому далеко я решила не плыть Но в целом, общее впечатление эти скалы оставили очень даже положительные Нужно будет сплавать сюда, потом еще разочек, когда море будет спокойным Просто потрясающе! И напоследок, полюбуйтесь звездным небом Спасибо за просмотр видео Не забудьте посмотреть анонс следующего видео, он будет в конце И, конечно, если понравился наш ролик, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии Это, без сомнения, помогает в продвижении канала Наконец-то мы вышли И мы сейчас будем проплывать лодочку, которую мы вчера спасали Первая наша остановочка, вытащили блокнотики Мальчишки рисуют, чтобы у них осталась память Потом у них будет дневник археолога Ну, видите, похоже Да, похоже, точно Палочки палочки Интересные дома, они в виде пиратского корабля, замка Достаточно интересное зрелище Мы сегодня остаемся в этой же бухте И утренние купашки Получилась вот такая вот говняшка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова